У нашей рубрики «Работа над ошибками» юбилей. На протяжении вот уже 10 выпусков мы повествуем о том, как самые разные, чаще всего культовые, гейм-разработчики оступились. Как сначала выпустили кривой продукт, а затем попытались вернуть доверие аудитории. Реабилитироваться получилось далеко не у всех, ведь чаще всего работа над ошибками проводится спустя рукава, или того хуже, спустив весь бюджет еще до релиза. Как вы заметили, 10 эфир мы решили посвятить относительно недавней батле, ведь это один из самых нашумевших факапов за последние пару лет. Это провал, который Electronic Arts отчаянно пыталась заштопать, словно прохудившийся сапог. И срок у нее был приличный. С выхода игры минуло аж два полных года. Смогла ли студия провести работу над ошибками за такое количество времени? Разбираться будет команда из монтажера Таалая Мурадилова, диктора Кирилла Шевелева и сценариста Антона Белого. И пока мы не перешли к основной истории грустного 2042-го, пожалуйста, подарите этому ролику свой батловский лайк и филдовский коммент. Заодно подпишитесь и в колокольчик ударьте. Это не так трудно, и мы будем благодарны от всей IGM-овской души. Историю Battlefield 2042 хочется начать как старую русскую сказку. Жили-были старик со старухой. Издательство Electronic Arts да студия игродел DICE. И было у них три сына. Старшего звали Battlefield 1942. И был он со всех сторон хорош да пригож. Среднего звали Battlefield 2142. И он был ничем не примечателен. Типичный середняк. А вот младший сыночек по имени Battlefield 2042 был совсем дурак. И отнюдь не потому, что при попытке купить игру на экране появлялось... Ой, извините, данный товар недоступен в вашем регионе. Проблем у новейшей батлы еще во время бета-теста был вагон и... Нет, не тележка, а еще один вагон. В первом вагоне разместились глюки технического характера. А во втором были косяки с геймплеем и геймдизайном. Так они кое-как ехали, пока не приехали в тупик под названием кривой релиз. На самом деле, ключевые проблемы серии мы уже разобрали в июльском ролике, как погибла Battlefield. Обязательно смотрите его и оценивайте по достоинству. А теперь непосредственно о новой части батлы. К релизу игра действительно доползла с тонной проблем, на которые невозможно было закрыть глаза. Защищал игру лишь один боец невидимого фронта, Антон Логвинов. Он стал главным по сути мемом в СНГ на тему шутера с цифрами 2042, так как протектил его даже после того, как аудитория сократилась на 96%. И это всего-то через три месяца после релиза. Именно он доказывал, что в батле все прекрасно, а все остальные – нищеброды с плохими ПК, которые находят баги там, где их нет. О, до чего же дивное было время. Правда, из-за недавних нововведений он разочаровался в игре, заявив, что теперь это шутер для тупых и даунов, которые больше не будут умирать от снайперского огня. Вскоре после релиза проблемы батлы признали даже в Electronic Arts. Ключевой трудностью сами авторы назвали движок Frostbite. Он настолько устарел к моменту разработки игры, что игроделам пришлось по отдельности чинить и оптимизировать модули движка, и на это у них ушло полтора года. Внимание! Полтора года разрабатывали не игру, а приводили пожилой движок в порядок в соответствии с задачами продакшена. Следующей проблемой, по словам продюсера Лоры Милли из Electronic Arts, была пандемия. Разработчикам пришлось перенести формат разработки на удаленку, и из-за работы из дома производственный цикл затянулся и функционировал со сбоями. Но затем состоялся релиз бесплатного мультиплеера Halo Infinite, и для команды он стал отрезвляющим фактором. Мультиплеер таких масштабов разработали в режиме карантина. Так что в DICE внезапно прозрели, когда увидели, что ковидные ограничения не всегда мешают созданию контента. Лоу, вот только уже было поздно. Во многом, первые отзывы об игре во время летнего бета-тестирования были положительными. Игрокам понравилась Батла 2042, они называли ее полноценным проектом серии. При этом с пониманием относились к багам, подвесонам и вылетам. Разработчики ошибочно сочли отсутствие негатива в адрес глюков, как в целом технически приемлемое состояние кода. Поэтому, по словам лоры, они занялись проработкой контентных элементов, а не устранением ошибок. Это недальновидное решение стоило им всего. Доверие игроков, репутации студии и красивых цифр в ежеквартальном финансовом отчете. На релизе Батла 2042 была месивом, раздолбанным кодом, к которому кое-как прикрутили геймплейные элементы. У всех поигравших было три направления крупных претензий к игре. Во-первых, избыток багов, о которых так часто сообщали Антону Логвинову через все средства связи, в надежде увидеть очередной золотой ответ. Во-вторых, игра не оправдала ожиданий геймеров и не смогла выполнить свою основную задачу. Извиниться за во многом провальный релиз Battlefield V. Эксперименты авторов завели их в такую степь, что игрокам было неуютно находиться в новой батле без привычных для серии черт, ее фирменных маркеров. Наконец, в-третьих, геймплей оказался недостаточно цепляющим. Карты огромные, находить соперников сложно, а из-за дефицита играющих свободные места занимали и и болванчики. Боты на релизе действительно поражали своей тупостью. Режим «Опасная зона», на который так активно делали ставку, оказался крайне унылым. Это режим игры с эвакуацией и ограничением по времени, в котором командам из четырех игроков предстоит сражаться с другими игроками, а также с ботами, чтобы добыть ценные диски данных и успешно эвакуироваться. Поддержку режима прекратили ровно через полгода после релиза, то есть расхайпленная новинка оказалась никому не нужна. Если что, этому режиму даже посвятили отдельный трейлер и рекламировали чуть ли не как главную причину купить их игру. Его анонс оставили финальным. На сладкое. По факту же, псевдоуспешные менеджеры Electronic Arts просто надеялись отхватить кусок от аудитории Escape from Tarkov, но эти надежды были напрасными. Впрочем, остальные режимы тоже не взлетели. Лось погнался за тремя зайцами и застрял между двух берез. Режим «Портал», нацеленный на ветеранов, не получил поддержку ни от разрабов, ни от игроков и на дистанции оказался просто не нужен. Классический мультиплеер All Out Warfare до сих пор чинят. Хотели сделать конкурента для Black Ops 4 с оперативниками, скиллами и монетизацией скинов, а получили бледного подражателя с кучей болячек. На релизе не было ни голосового чата, ни таблицы лидеров, ни привычных для серии классов. Их заменили специалисты. Десять бойцов, у каждого из которых было по одному уникальному умению. В целом, нам понятно, почему DICE решилась на этот эксперимент. В студии хотели перестроить устаревший, по их мнению, формат классов на более модный концепт героев со своими колоритными обилками. Уверены, что идея была спущена сверху с подачи Electronic Arts. Мол, давайте делать как в Apex Legends, где каждый герой запоминается и формирует вокруг себя отдельную фанбазу. Даже если это не бинарный Бладхаунд. Но в батле подобные оперативники смотрятся дико. Надо ли говорить о том, что по отдельности все эти вещи еще можно было как-то пережить, но в сочетании друг с другом они сделали опыт от Battlefield практически неиграбельным. В соответствии с ежегодной традицией, в ноябре вышла очередная Call of Duty. И несмотря на то, что к мультиплееру Код Вангард также были вопросы, игроки массово убегали из батлы именно туда. Провал был настолько весомым, что привел к закрытию студии. Нет, не DICE, а Industrial Toys. Она работала над многопользовательским шутоном Battlefield Mobile. Electronic Arts увидела негативный фон вокруг батлы и решила задушить мобильную версию проекта. Около 120 сотрудников остались без работы после того, как Industrial Toys была по сути расформирована. Продюсер мобильной версии Алекс Серапян высказался об этом в дипломатическом тоне. Цитирую, за последний год произошло несколько вещей. Вышла Battlefield 2042, и реакция сообщества была не из лучших. Это спровоцировало целый каскад рефлексии. Иными словами, органический рост мобильной батлы был убит Battlefield 2042. И после бета-теста осенью 2022 года электроники приняли решение поставить крест на будущем мобилке. Вместо этого они перебросили часть ресурсов на то, чтобы спасти героиню ролика от полного провала. Как только дело запахло жареным, EA пригласили антикризисного менеджера Винса Зампелло. Это было еще в декабре 2021 года, спустя недели после провального запуска. Создатель Apex Legends, Titanfall и первых частей Call of Duty теперь отвечает за всю франшизу Battlefield в целом. И уже работает над предпродакшеном новых игр. Со вполне осязаемым провалом, Винс не очень захотел быть связан. Несмотря на то, что в мае 2022 года именно он объявил о прекращении работы над опасной зоной. Ну а через три месяца вообще дал честную оценку тому, что в англоязычной прессе назвали кластерфаком. То есть убитым состоянием проекта. Заявил тогда Винс такие правильные и честные вещи. Думаю, разработчики из DICE просто слишком далеко отошли от того, чем является серия Battlefield. Они попытались сделать те вещи, которые были на их взгляд амбициозными. Увеличили количество игроков и сделали новые режимы. Но я не думаю, что они потратили достаточно времени на итерации, чтобы сделать геймплей приятным и вовлекающим. Идея-то у них была неплохая, но то, как была организована работа и то, как они ее выполняли, не позволило им найти лучшее решение. Действительно, цитата не врет, но вовведения ботлы были недостаточно продуманы. Опасная зона и специалисты вместо классов подорвали интерес геймеров, а карты с расчетом на 128 игроков оказались набиты ботами. Игру встретили бурей негодования. Все в один голос твердили о том, что вместо привычного Battlefield Experience нам подсунули фейковую подделку, которая сама до конца не определилась, на кого она хочет быть похожей. По данным портала OpenCritic, средняя оценка прессы составила 65 баллов, и лишь 33% всех рецензентов рекомендуют игру к ознакомлению. На Metacritic ситуация чуть лучше. Оценки прессы вылились в усредненный результат в 68 баллов, а игроки оценили проект на 2,1 балла. Короче, цифры плохие и есть конкретные причины. Однако DICE продавала годовой абонемент, в котором на протяжении 4 сезонов покупателям был гарантирован новый контент. Поэтому дать задний ход и остановить разработку, как поступили с режимом «Опасная зона», авторы уже не могли. Пришлось двигаться по дорожной карте и выпускать обновы так, словно игра не мертва, а кому-то интересно, ну, кроме коммерчески ангажированных журналистов, просивших игре замену классов на специалистов. С первым сезоном «Время Че» авторы затянули. Заплатившие за него игроки получили доступ к сезону не в начале 2022 года, как полагалось, а лишь в июне. Сроки выхода сезона сместились из-за того, что DICE бросилась решать технические проблемы и, по словам старшего продюсера Райана МакАртура, поднимать игру до уровня высочайших стандартов. «Брат, если у тебя получившийся результат соответствует этим стандартам, то страшно представить, какой должна быть игра, чтобы в них не вписаться». Короче, продюсер всех вроде как обнадежил, но по факту насмешил. Это стало понятно лишь со временем. Первый сезон и последовавший за ним мастер-оружейник разочаровали игроков отсутствием значимых нововведений. Да, каждый из сезонов давал одну новую карту, нового специалиста и пару новых пушек. Ну и, само собой, новые уровни боевого пропуска, но ни один из них не менял привычный геймплей и не давал стимулов для старой аудитории уйти из какой-нибудь Батлы 5 в актуальную часть. В третьем сезоне произошло самое важное изменение с момента релиза. Возвращение системы классов из прошлых игр. Штурмовики, инженеры, разведчики и специалисты поддержки. Вот они, слева направо. Это тот самый квартет, который полюбился геймерам еще в народном Battlefield 3. И он наконец-то вернулся. Правда, не сразу, а ближе к завершению третьего сезона. DICE всегда очень долго выкатывают значимые апдейты, и в начале каждого сезона игроков ждут лишь оплаченные по годовому пропуску плюшки. Игрокам разрешили кастомизировать классы персонажей, выбирая им оснащение, гаджеты и пушки из пула, доступного для конкретного класса. Как блистательно прокомментировал это Антон, дебилам надо было подписать, кто из специалистов к какому классу относится, и теперь систему хвалят. С этого вообще ржу. Мы тоже, Антон. Вопреки скепсису, система и впрямь стала немного понятнее и начала олицетворять фирменную составляющую всей серии в целом. Да, специалисты тоже никуда не делись, но стали ненужным атовизмом. Electronic Arts попросту не смогла удалить их из игры, потому что люди заплатили за них деньги, покупая их в составе расширенных изданий. Так что первые четыре сезона предложили четверку новых специалистов, несмотря на реворг системы в третьем сезоне. Вот такой бардак творился в игре не далее, как в начале прошлого года. Четвертый сезон доделывали словно на автопилоте. Он получился реально скудным и вымученным, а аудитория игроков рухнула до рекордного минимума. Не спасали даже заигрывания солдами, типа пушек, которые добавили из Battlefield 3 и преподнесли это как какое-то достижение. Если сделать промежуточный вывод, то за весь первый год контентной поддержки игры разработчики не так уж и часто прислушивались к реальным просьбам и потребностям. Сказать «спасибо» им стоит за то, что добавили голосовой чат и таблицу фрагов, сделали укрытие для пехоты и карты для режима портал. Ну и не стали совсем уж впадать в крайности. Испанский стыд от реплик оперативников в начале и в конце матча убрали, а заодно не стали добавлять скины Клоуна и Санта Клауса, которые также были в планах. Ставьте лайк, если помните этот кринж. В итоге, со всеми этими правками, пока меняли точки захвата на картах и разброс оружия, так называемый первый год продлился по календарю целых полтора. Напоминаем, что релиз состоялся в ноябре 2021, а финальное дополнение вышло в феврале 2023 года. К пятому сезону подошли обстоятельно, ведь EA необходимо было снова продать свою игру-сервис и тем, кто уже играл, и совсем новой аудитории. Геймерам предложили возможность купить новое элитное издание взамен ультимативного, либо обновить любое издание до уровня элитного, получив контент за первый год, плюс набор косметики под названием «Утерянный мир». Но утерян был не мир, а чувство реальности DICE. У апгрейда до уровня элитного издания всего 25% положительных отзывов. Люди, которые в здравом уме задонатили на провальную игру по новой, были неожиданно разочарованы. Кто бы мог подумать, верно? Чтобы как-то умилостивить осерчавшую публику, которая рассчитывала получать контент бесплатно, DICE переделала систему менеджмента отрядов. Точнее, вернула ее в тот же формат, что был в предыдущих играх. У игроков появилась возможность создавать сквады или присоединяться к существующим из меню отрядов и появляться вместе со сквайдмейтами. Также была доработана система внутриотрядных команд, позволяющих лучше координировать игровые действия. Старую фишку под видом новинки встретили чуть ли не с восторгом. Такие игроки получают больше опыта, а это вещь полезная. Странно только, что на релизе про такой понятный и важный функционал забыли. Зато мы не забываем о том, чтобы делать для вас крутой контент. На днях у нас вышел ролик об эволюции секса в серии Ведьмак. Чекайте наш бусте, чтобы получить доступ к такой интересной теме. Всего за 100 рублей в месяц вы получаете весь контент, включая новые ролики на скандальные темы каждую неделю. Переходите по QR-коду и подписывайтесь прямо сейчас. В шестом и финальном на сегодня сезоне разрабы представили карту Засекречена. Это просто длинный коридор, разбитый на 4 крупных зоны, но все они расположены строго по одной линии. Фанаты тут же прозвали карту Операция Коридор за ее линейную архитектуру. Эта мапа в духе какого-нибудь Ньюктауна поощряет мясные зарубы безо всяких отвлекающих маневров. Карта довольно компактная, фраги набиваются быстро. А значит и прогрессия быстрая. Вот так с помощью одной конкретной локации батлу превратили в колду. И народ попер. Хотя есть мнение, что именно эта карта вернула людям тот самый Battlefield, благодаря которому до сих пор не отключены сервера третьей и четвертой частей. В каком-то смысле Засекречена стала легальным чит-кодом. Не секрет, что людям нравится битва одной только пехоты в тесных пространствах с левел-дизайном из категории «Красиво оформленная линейность». Если задуматься, карта кишка убивает основную концепцию батлы, где множество сражений задействуют технику и ожидают от геймеров тактических приемов. Но некоторым эти хитрости по боку. Им подавай мясо и чтобы от респауна бежать было недалеко. Если помните, в день релиза в Стиме был зафиксирован рекордный по нынешним меркам серии онлайн. Пик игроков составил 105 397 человек. Во время осенних бесплатных выходных его практически побили. К концу уикенда цифра составила 104 475 игроков. А затем сарафанное радио, появление игры в сервисах Game Pass Ultimate и EA Play в Стиме, позволили поставить новый рекорд. В октябре 2023 года он составил 107 376 игроков. И это мы не берем во внимание, что игра доступна сразу на нескольких платформах. Но данные по онлайну дает только Стим, в отличие от сервисов Sony и Microsoft. Так что в реальности игроков было явно больше, чем 107 тысяч. Получается, не все потеряно для будущего батлы. Так ведь, парни? Но если цифры и ползут вверх, то очень медленно и нестабильно. Да и особых предпосылок хвалить игру ни у кого нет. Даже Антон Логвинов предал ее анафеме. Потому что DICE по существу не исправила собственные ошибки. А общий рейтинг в Стиме так и остался на отметке в 42% положительных обзоров. Иронично, с учетом того, какие цифры стоят в названии игры. Эх, пацаны, надо было вам делать батлу 2099. В следующий раз будьте умнее. Этот самый шестой сезон частично реабилитировал игру. Но, как говорят англичане, Too little, too late. Слишком мало и слишком поздно. Глобально, новые батла теперь находятся в той же категории, что и подзабытые Battlefield Hardline, Battlefield Heroes и Battlefield 2 Modern Combat. Во-первых, технические баги до сих пор на месте. У части игроков регулярно появляется баг, когда после завершения катки игра выдает черный экран без возможности что-либо сделать. Исправить ошибку можно лишь перед заходом в игру. Далее, иногда настройки графики сбрасываются на низкие, несмотря на соответствие рекомендованным. И визуал игры превращается в говно. Низкодетальные текстуры и черный экран в конце матча. В игре по-прежнему нет браузера серверов, как в прошлых частях. Режимы портал и захват на 128 игроков заброшены. Они не пользуются популярностью. Вместо того, чтобы поднимать интерес к захвату, который является плотью и кровью серии, авторы добавляют никому неинтересные ивентовые режимы. Они буквально засрали игру скинчиками в духе Fortnite, которые визуально не соответствуют традиционным ценностям Battlefield. На наш взгляд, количество непопулярных решений для 2042 превышает число адекватных. Проще говоря, авторы создали себе кучу проблем, а теперь не знают, как разгребать это дерьмо. По традиции, онлайн-баттлы просел через считанные часы после выхода новой Call of Duty. Карта засекречена, уже утратила новизну. А седьмой сезон еще не скоро, по слухам, в январе 2024 года. К тому времени сервера снова придется подключать к аппаратам ИВЛ. Говоря откровенно, DICE не смогла провести работу над ошибками. У нее получился какой-то монстр, собранный по кускам из старого кода и старых идей. Причем, как же тупо получилось. Все новинки оказались кривыми, и вместо них добавляли систему сквадов или старые классы, которые преподносились как маленькие победы. Хотя, по факту, все это должно было быть в коробке с игрой со дня релиза. Итог понятен. Крайне слабый старт, быстро упавший онлайн, вялые обновления в течение всего первого года. Да, более интересный второй год жизни проекта, который позволил на бесплатных выходных собрать хороший онлайн, а затем побить его после выхода шестого сезона, говорит о том, что пациент еще не мертв. Но отсутствие дорожной карты на 2024 год, молчание насчет конкретных планов и подтверждений о том, чего ждать дальше, вся эта неопределенность вокруг батлы, уже ставшей коммерческим провалом для издательства Electronic Arts, все эти факторы говорят сами за себя. Даже не верится, что они до сих пор не починили проблемы с инпутом мышки, до сих пор не добавили браузер серверов, до сих пор не вернули операцию метро, предложив вместо нее обезжиренную и куда более безмозглую карту засекречено. Список не сделанного можно продолжать еще долго. Немногочисленные фанаты BF2042 могут помочь с этим в комментариях. Но уверены, даже у них иногда нет-нет, да проскользнет мысль, а почему, собственно, эту батлу не отменили еще на этапе бета-тестирования? EA уже занималась таким. Достаточно вспомнить условно-бесплатную Battlefield Play for Free. Узнали? Содрогнулись? Даже великий и ужасный Винс Зампелло оказался бессилен тащить этот чемодан без ручки. Не терпится увидеть, что создатель колды покажет нам в качестве следующей большой игры серии. Быть может, увидим анонс на Game Awards в декабре. Вы уже решили, кстати, чего ждете от следующей батлы под руководством именитого геймдиза? Предлагаем следить за дальнейшим развитием серии в наших соцсетях. Все актуальные игровые новости появляются там чуть ли не первыми в Рунете. Эти соцсети давно известны. Телеграм, Твич, ТикТок, Бусти, Дискорд и ВКонтакте. Что до батлы, то ее песенка кажется все-таки спета. Вот вроде бы и все. Спасибо за просмотр. Не забудьте достать попкорн к развязке этого Шапито 2042. Что-то подсказывает, что завершение истории уже близко. И кладбище проектов из серии «История большого провала» пополнит еще один труп. История большого провала.